Салем Казахстан! Такая мощная иллюстрация, мощная демонстрация, такая огромная картинка тому, что все 25 лет назарбаевских псевдореформ ушли к коту под хвост. И все, что мы сейчас видим, это, конечно же, понты Назарбаева, которые он хотел показать всему народу. Вот они чем закончились. Теперь какие выводы нам необходимо понять, что из этого следует? Конечно же, вот этот бардак со стройкой, он не произошел сам по себе, это результат того, что деньги были обворованы, и обворовываются всегда, и воровалось, допустим, при Талгате, при Ермегияеве, сейчас оно воруется при Ахмеджане Исимове, что одна левая нога Назарбаева, что правая рука Назарбаева. Лучше не стало, только хлеще и хлеще, воровство как шло, так оно и идет. Поэтому, Назарбаев, какого сейчас человека не поставят на место Исимова, будет один и тот же бардак. Будет просто красивый марафет, лоск с внешней стороны, а внутри бардак, хибара, по простому счету, коррупционный бордель. И вот что сейчас, в принципе, по большому счету, в нормальном обществе мы могли бы потребовать, если бы у нас были бы контроль над системой власти? Конечно же, сейчас должен уйти в отставку немедленно, буквально еще час назад должен был уйти Ахмеджан Исимов. Сейчас должен уйти Кайрат Кожамжаров, который должен был проконтролировать борьбу с коррупцией. И если бы он нормально работал бы, а не стоял бы сейчас с автоматами у ворот частного дома Янглиб Садыковой, чтобы защитить репутацию порноминистра Арстабека Мухамедеву, и занимался бы борьбой с коррупцией на экспорт, то этого не произошло бы. Никто бы не разворовал бы. Был бы контроль за каждой копейкой, за каждой тенге. Был бы контроль за строительными нормами, нормативами, за заливкой нормальной дозы бетона, цемента в каждый дюйм, на каждый гвоздь и так далее. Поэтому все, что мы сейчас видим, это просто элементарно, на самом деле, полный фейерверк того, что мы заслужили за 25 лет, и Назарбаев сам, наверное, находится в прострации, или ему до сих пор не могут, не решаются сообщить то, что натворили его подчиненные. Но он должен понимать, что то, что происходит сейчас на левом берегу, на месте стройки Экспо, это исключительно его заслуга. Это он такую систему создал, когда парламент это фейк, это фикция, народа там нету, народных представителей там нету, нету нормального парламентского контроля по контролю за силовыми структурами, по контролю за бюджетом. Назарбаев это сегодня фейк счетного комитета, который должен был контролировать расходование государственного бюджета. Ничего этого нету. Генеральный прокурор это фикция, которая сегодня разглагольствует об общих вещах, но шагнуть с проверками в тьму тараканью, которые, где на самом деле шевелятся все вот эти змеи, гадюки, крысы, вот туда зайти ему слабо. Ему слабо зайти в Экспо, наделать шухер, присоединить к стенке, и если расстрел хочет Назарбаев вести, расстрел должен касаться именно коррупционеров. Коррупционеров, министров должен уйти в отставку генеральный прокурор Жакоб Асанов, генерал финансовой полиции, который называется сегодня Национальный бюро по борьбе с коррупцией, с противодействием коррупции и по делам госслужбы Кайрат Кужамжаров, министр МВД Кулмухамед Касымов, у которого есть структура и следственная, и оперативная, которая касается не только уличной преступностью, но и преступностью, связанной с экономическими преступлениями и так далее, должен уйти в отставку Карим Масимов, чей комитет национальной безопасности должен был контролировать ситуацию. И нужно было, Карим Масимов и КНБ, кто, кроме как не они, должны видеть коррупционную ситуацию внутри Финпола, внутри счетного комитета, внутри Экспо, внутри Левого берега, внутри всех левых дел, на Левом берегу. На сегодняшний день, вот родилась действительно хорошая мысль, на Левом берегу творятся только левые дела. И КНБ, и Финпол должны были все это проконтролировать. Не справились, до свидания, иди на тюремную камеру, нары. Поэтому Назарбаев, если он реально хочет что-то добиться, он должен снять этих генералов, этих министров. Если он их не убирает, точно так же, как защищает сегодня честь, порно-честь Евнуха своего, Арсамбека Мухаммедеулы, значит он причастен напрямую к коррупции и к тому бардаку, который творится не только внутри Экспо и Экспо-корпорации Есимова, но и в каждой силовой структуре, которая на сегодняшний день не справляется с борьбой с коррупцией. Ведь Экспо-это результат бардака внутри КНБ, бардака внутри Финпола, бардака внутри Счетного комитета, бардака внутри Парламента и Парламентского комитета по борьбе, по контролю за силовыми структурами, бардака внутри МВД, бардака внутри судов и Верховного суда. Вся вот эта верхушка должна уйти в отставку. Второе. Должна быть полностью закрыта тема Экспо-2017. Назарбаев должен с горечью, но честно сказать, что мы не справились, извините, мировая общественность. У нас такой бардак, что никакой Экспо построить невозможно. Мы извиняемся дико, но тратить деньги тем более в условиях кризиса и в условиях неумелости, рукотворности вот этих кризисов или больше не рукотворности, а руки, конечно, у этих растут, у этих министров, у этих коррупционеров из жопы. Поэтому рукожопная кризис у нас, рукожопное обрушение Экспо. И поэтому Экспо должно быть полностью закрыто. Закрыта эта тема со всеми международными выставками, со всеми Олимпиадами, со всеми вот этими внешними понтами, которого Назарбаева уже у всех трещат анекдоты во всех президентских кабинетах всего мира. Конечно, это должно быть полностью элементарно закрыта эта тема. Третье. Должны быть проведены полностью нормальные антикоррупционные реформы. Должны быть опубликованы декларации всех чиновников, начиная с рядовых чиновников или хотя бы с уровня начальников отделов районных актиматов и по иерархии выше. Сегодня мы должны их опубликовать на сайтах и мы должны их увидеть. За все годы, за 25 лет, с того первого года, как появились декларации чиновников, они должны перестать быть государственной тайной. Они должны быть опубликованы уже сейчас. Должно быть появиться е-декларирование. Не надо его увязывать с введением электронной системы по доходам и расходам всех граждан, всех чиновников. Уже сегодня, сейчас можно публиковать декларации всех чиновников. Следующий момент. Сейчас или после Назарбаева должна быть проведена иллюстрация всех чиновников, которые работали при Назарбаеве. Эти чиновники, проработав хотя бы год-два, уже становятся заложниками этой коррупционной системы и не могут ничего сделать в этой системе. Они уже все, они рухлят, они гнили. У них внутри уже все сгнило, поэтому с ними ничего хорошего казахский народ сделать никогда не сможет. Их нужно освободить на 30 лет, кого-то на 10 лет, в зависимости от должности. По борьбе с коррупцией необходимо сейчас принять четкие меры. Должны быть, в первую очередь, главный борец с коррупцией в любой стране мира – это парламентский комитет по контролю за силовыми структурами по борьбе с коррупцией. Сегодня мы не увидим никаких парламентских расследований, пока во главе него сидят такие, как Нурлан Нигматуллин, один из главных коррупционеров страны. Он тоже должен уйти в отставку. И должны быть назначены нормальные, честные выборы. И при том, каких фальсификаций у нас есть, даже если занижать грубо все результаты выборов, в парламенте оппозиция должна попасть хотя бы на 20%. Как минимум на 20%. Сегодня, проведя честные выборы, оппозиция получила бы сегодня 80% голосов, если не 100%. Сегодня популярность, фейковая у Назарбаева, она зиждется на том, что 100% всех СМИ контролируют с Назарбаевым и говорят, что Назарбаев отличный парень, есть отдельные недостатки в лице некоторых акимов, районов и так далее. Все остальное фигня. Поэтому в условиях грязности, подсчета голосов, грязности с пропагандой, прожужжанием того, что у нас в нашей стране все хорошо, вот на примере последнего заявления Назарбаева, что казахи никогда не жили так отлично, так прекрасно и так счастливо, как живут сейчас в эпоху Назарбаева. Вот это говно, которое льется из Хабара, давно нужно закрыть. И оппозиция, кто бы она ни была, должна получить контроль над госсми, должна получить контроль над счетным комитетом, должна получить контроль над частью парламентских комитетов, в первую очередь, комитет по контролю за силовыми структурами. Оппозиция должна получить председательские места во всех избирательных комиссиях и половина мест в каждом избиркоме. В целом, каждая партия, включая Нур-Атан, должна получить не более одного голоса в каждой избирательной комиссии. Участковой, окружной, областной, республиканской, центральной избирательной кампании. Все избирательные комиссии не должны состоять из одних врачей одной больницы или учителей одной школы. Все должны быть исключительно с разных организаций и с разных отраслей даже, чтобы даже не было с двух-трех школ и так далее. Должна быть полностью... Вот эта система, должна быть полностью отменена, отменен Сенат, и он не нужен. У нас должен быть однопалатный парламент с честными выборами. У нас не нужно президентской власти. Кто бы не пришел бы, какой бы премник не пришел бы, какой бы Нармбаев, Серегжанов, Тайжанов, Ергалиева, какой бы отличный парень не пришел, президентская должность не нужна. Сегодня, если мы даже сохраним ее с представительскими функциями, это коррупция, это источник бесконтрольности. Этот человек организует, инсценирует, как Путин, несколько разрывов в домах, какие-то ЧП, и он снова через парламент протащит закон о восстановлении всех президентских должностей и президентской власти. Президентская власть нам не нужна. Нам нужна парламентская республика. Нам нужна парламентский контроль над правительством. Нам нужно правительство, которое полностью подчиняется и подотчетно только парламенту. И точно так же Акимы в каждом городе, в каждой области и так далее. И таким образом, в целом, мы должны правительство переименовать. Оно должно называться Исполнительный комитет при Мажлисе, Исполнительный комитет при парламенте. Вот так шаг за шагом мы сможем эту проблему решить. Но пока у власти находится президент Назарбаев, и ему сейчас нужно что-то говорить народу. Поэтому сегодня Назарбаев может сейчас имидж восстановить в какой-то степени, и он должен это сделать. Потому что народ знает про это сегодняшнее обрушение не просто кровли на экспо-выставке, а сегодня обрушилась сама экспо, крякнулось детище Назарбаева. И крякнулось благодаря коррупции Назарбаева. Поэтому в отставку Асанова, Кожамжарова, Хайратамами, Нурлана Нигматулина, главы счетного комитета, всех глав, которые каким-то боком причастны к этой системе, Ахмеджан Исимов и другие должны быть посажены в тюрьму. Поэтому вот в таком ключе можно что-то делать. А так это будет бардак, хренотень будем слушать и смотреть, и смеяться, и издеваться каждый день. А пока Ергалеевы и Тайжаны насчет этого будут молчать и не будет ничего говорить про ответственность Назарбаева. Ну и хрен с ними. Главный сейчас вопрос решается тем, чтобы мы сейчас создали, обединили оппозицию, и через скрытые митинги на безопасных собраниях в каждом городе сейчас мобилизовывали и собирались, и готовились к тому году, к тому месяцу, к тому часу, к тому дню, когда мы сможем выйти на улицы и снести эту власть Назарбаева. А сейчас мы должны работать в каждом городе и проводить собрания. В конце концов, мы отправим в отставку всех коррупционеров и самого Назарбаева. Всем счастливо! Спасибо за внимание!